Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Летняя жизнь наполнена множеством приятных событий. Я даже не успеваю их выкладывать в интернет. И сегодня я вам покажу свой любимый чайный сервис и розеточки, которые я покупила на прошлом блаженном рынке. А потом вы увидите мои новые покупки. Жду своих подруг. Они уже пришли. И сейчас помоют руки и войдут в комнату. А их здесь ждет очень вкусный торт с абрикосовым вареньем. Абрикосики сверху. И ягоды. Голубика, малина и смородина. Чай заварен на травах. Это мой любимый чайный сервис. Я уже говорила, если вы узнали эти розеточки, которые я купила, я вам их показывала. Они очень идут сюда. И просто замечательно для ягод. Просто замечательно. И хочется, да не важно, шляпки, они уже в шляпках не ходят. Ну как? Пока жива Виктория. Годится ли целая. Это правда. Это правда. Молодец она. Правда, я зарпляровала всю семью свою. Да. Так, девочки. А Саша? Я же костер запаливаю. Подожди, Саша. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Посмотрите, какая у меня покупка замечательная. Я опять была на Блашином рынке, в Александрове. Но там, правда, ничего не купила. Зато там встретилась женщина, которая подарила, продала мне вот очень дешево вот такие замечательные фужеры времен СССР. Посмотрите, как солнышко сияет в этих гранях. Вот это сказка в стекле из времен советского времени. Посмотрите, какая красота. И ней. Ну, а то, что они сделаны вручную, гравировка, то может сказать еще такой факт, что, посмотрите, если здесь раз, два, три, четыре, пять, пять горошин в стручке. Вот. Видите? Раз, два, три, четыре, пять. То вот, например, здесь только четыре горошинки. Раз, два, три, четыре. Ну, в общем, такие вот. Отличия. Когда я увидела по интернету, что продаются вот такие красивые бокалы именно зеленого цвета, то я сразу загорелась. Поэтому я и встретилась с этой женщиной. Бокалы зеленого цвета очень идут для моей гостиной на даче. Ну, вы знаете, у меня все в зеленом цвете. И вы видели только что первую часть видео. Да, вот у меня так все такое зеленое. И поэтому бокалы, конечно, идеально бы сюда подошли. Ну, еще хотела сказать про цвет. А как он появляется? Многие фабрики уже в 18 веке начали экспериментировать с цветом, используя различные добавки к бесцветному хрусталю, используя в то время колодное золото или окись урана в различных пропорциях. А вот современные технологи четко знают, что добавление марганца дает фиолетовый цвет, кобальта синий, а вот медь добавляет зеленые оттенки. Кадмиль ярко-красный, а кремний дает розовый цвет. Как же используются эти бокалы? Читаю в справочной литературе. Бокалы для красных вин, как правило, имеют форму яблока или тюльпана. Ну, у нас как раз тюльпан. Для лучшего восприятия аромата красных вин эти бокалы имеют большую вместимость от 200 до 300 мл. Ну, у нас где-то около 300 мл. И заполняются они примерно до половины. Кстати, красные вина пьют при комнатной температуре, поэтому высота ножки не имеет никакого значения. Но у нас красивая ножка, высокая. Итак, эти бокалы предназначены для красного вина. Но на даче мы будем пить из них любой напиток. Это дача. Так что в моей скромной коллекции цветного стекла появились замечательные зеленые фужеры, чему я очень-очень рада. Я не включила. Светочка, давайте обновим эти бокалы и с середины сезона выпьем, чтобы лето все-таки продолжалось и было теплое у нас. И вот эти бокалы замечательные, чтобы они нам все время доставляли радости. Я с тобой согласна целиком, особенно насчет бокалов, чтобы они всегда наполнялись вкусными напитками. А для всех для нас замечательная новость. Лето продолжается. Виват, виват, виват. Моя удачная покупка. Ну, а раз я уж стала вам показывать свое теперь цветное стекло, вот этот хрусталь зеленого цвета, то я покажу еще, что у меня есть. Здесь, конечно, на даче не так много, у меня больше в Москве. Но я вам покажу то, что у меня есть здесь. Дорогие друзья, я продолжаю обзор цветного стекла, который есть у меня здесь на даче. Потому что у меня очень много цветного стекла и дома. Но я вам сделаю обзор цветного стекла, который вот у меня на даче. И в первую очередь я вам покажу свои любимые рюмочки из марганцевого стекла. Посмотрите, какие они красивые. И хочу сказать, вот этот рисунок, они так на солнце блестят, вот этот рисунок, он свойственен рюмкам из другой формы. И видела я с таким же рисунком вазочки. Ну, вот, и, по-моему, даже конфетницу. Ну, вот такой. Это мои любимые рюмочки. Они очень красивые. Ну, вот, очень их люблю. Красота, красота, красота. Они такие из розоватого стекла. И на них очень приятный рисунок. Я хочу показать вот эту замечательную вазочку, которую я тоже купила на блаженном рынке в Александрове. Ну, правда, в прошлом году. И посмотрите, какая красота. Ну, просто красота. Вот, решила показать, потому что уж очень не она нравится. Она отличается от всего. Это, конечно, не цветное стекло, но очень красивое. Поэтому я вот вам решила ее показать. Красота. Ну, а теперь давайте все-таки цветное стекло посмотрим. Это я тоже когда-то купила в Александрове. Но, правда, с одной только вот розеточкой. Я не знаю, это салатник, по-моему, но у него только вот одна такая вот маленькая розеточка. И вот, посмотрите, здесь рисунок, в общем-то, основан на повторяющемся сюжете листья и ромашки. Вот, видите? И ромашки. И четыре раза вот его повторяют. Тоже очень красивая. Использую часто. Ну, очень красивая. И такой же вот маленький салатник замечательный. Не знаю. Посмотрите, какая красота. И вот эти вот розеточки и вазочки вы, наверное, все знаете у меня, потому что в детстве тоже были такие розеточки, вазочка. Но я их, ну, в общем, со временем они куда-то делись. То ли разбились, то ли что. И я купила это на глашином рынке. И очень этому рада. Просто очень рада. Посмотрите, какая красота. Ну, во всяком случае, воспоминания еще и с детства. Красота. Столько воспоминаний, столько воспоминаний. Вот почему я люблю посуду этих времен. Что, во-первых, очень много воспоминаний. Ну, а потом у нас тоже были красивые вещи. Вот посмотрите, например, вот эта вот вазочка. Она напоминает цветок. Посмотрите. А внизу сделаны еще такие штучки. Вот они просто напоминают тычинки. Вот не правда ли? Ну, посмотрите. И если вазочка сама такого розоватого цвета, то тычинки беленькие. А тычинки это вот специально такие сделаны с этой стороны. Если посмотреть, видите, такие... Ну, кляксы какие-то, я не знаю. И вот они создают такое впечатление, когда сверху смотришь, что этот цветок с тычинками. Да? Цветок с тычинками. Посмотрите. Не знаю. Кувшинка или что-то. Ну, может быть, даже кувшинка. И вот посмотрите мои розеточки, которые я купила. Вот как они сюда подходят. Да? Мы уже говорили, что они тоже напоминают листья или кувшинки. Вот они сюда очень подходят. Просто изумительно. Очень красиво. Да, забыла вам показать. Сегодня у нас вот такой вот букет. О последнем солнышке. Солнышко, солнышко. Посмотрите. Скоро август. И еще, если вы помните, я купила последний раз вот такие рюмочки. Желтого цвета. Это моя желтое стекло. И хотела бы вам еще показать. Тоже очень красивую вазочку с крышкой. Она тоже с этого же блашиного рынка. Но она сделана из белого стекла. Вот посмотрите. Какая тоже красота. Ну, просто красота, красота, красота. Очень красиво. Как приятно, да, пользоваться такой красотой. Вот это вот я уже говорила вам немножко другого цвета. Но все равно все прям просто красивое. Ну, вот и теперь у меня прибавился еще набор хужеров. Зеленого, темно-зеленого стекла. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Желаю вам отличного лета, прекрасных деньков летних. Лето продолжается. И благодарю вас за комментарии и за ваши лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...